МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И лишь небольшой процент – это утки и гуси. Хотя на рынке спрос на этот товар есть. А вот предложение явно ограничено. О незанятых нишах птицеводства сегодня поговорим. Землеход в Абинском районе. Здравствуй, мой мальчик. Здравствуй, мой хороший. Гусь – это собака. Для меня это собака. Подарок домой. Выгонят. Ничего страшного. Два года назад на окраине хутора Покровского появилось небольшое ЛПХ. Но его владельцы хотят дорасти не просто до фермы, а до племенного хозяйства. Здесь разводят гусей. Причем таких, которые практически не представлены в стране. Хозяйка и идейный генератор Елена Давыдова. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а почему вы решились именно на такую породную редкость? Потому что это очень интересно заниматься тем, что представлено в очень малых количествах. И попробовать это все сделать своим лицом, лицом своего хозяйства. У нас будет представлена тулусская порода гуся и холмогорская. Холмогорская. На сегодняшний день у нас есть четыре великолепных представителя данной породы. Познакомите меня с ними? Конечно. Пойдемте. Почему гуси? Потому что птица интеллектуальная. Птица менее затратна по кормам, чем утка, чем курица. Мясо, конечно, по стольку, по скольку. И пух. Причем с гуся можно брать пух не во вред животным. Общипывать. Да. То есть выщипывается именно пух. Подщипывать, да. То есть гусь подщипывается. И у холмогорской породы, и у тулусской породы очень ценится именно гуси. Что на рынке пользуется спросом? Это мясо, это пух, это яйцо, инкубационное яйцо и молодняк. То есть гусята и подростки до года. Понимаете, в чем дело? Просто есть гусь, который разводится на мясо. А есть гусь, который разводится для души. Вот, кстати, холмогор относится именно к таким вот душевным породам. Тоже вопрос задают, а вот зачем он нужен там? Гуси же идут для мяса. На что отвечают? Кто же их ест? Поэтому, да. Ну, разве можно я вот... Вот есть вот это вот, но как это можно есть? То есть это получается исключительно эстетика? Да. Да. Для души, для радости глаз? Да, абсолютно верно. Я вам скажу, что очень много людей, которые вот хотят вот такую вот эстетику. Это просто вот красота для души. Вот ты смотришь на них и получаешь удовольствие. Ну, плюс еще хороший характер, плюс они нешумные. Да, плюс они нешумные, да. Ну, вот еще очень хочется, да, посмотреть на тулузов, потому что говорят, что они вообще реально как собаки. То есть вот они идут под руки, они общаются, они гладятся, они такие вот совсем-совсем ручные. Тулузы сейчас в инкубаторе, собственно. В инкубаторе. Пока в инкубаторе, да, пока они еще в яйце. Вот это, я так понимаю, гусиное родильное отделение у вас. Да, гусиное и утиное. Здесь у нас заложено 4 вида гусей. Большая львиная голова, холмогор, тулузский гусь. Также здесь заложено яйцо гусей породы линда. Данное яйцо было привезено из Чувашии. И также здесь заложены утиные яйца, мускусные утки. Яйцо было привезено из Казахстана. По тому количеству яиц, которые у вас сейчас в инкубаторе, какой вы ожидаете выход птенцов? О, это трудно сказать. Я не могу вам сказать сейчас, какой выход. Я очень хочу надеяться, что вот, что все, что лежит, оно, в общем-то, вылупится. Но гуси считается самой тяжелой птицей по инкубации. Как правило, выводится где-то процентов 70. Конечно, хотелось бы больше. Потому что вот прошлая инкубация, у нас была заложена линда, тоже чувашская, из ворновца. У нас выход составил 85%. Из 205 яиц у нас было всего 5 неоплода. И выход у нас был, по-моему, 185. Дима, поймаешь гусю? Я его на руки возьму. Да ничего страшного. Время фотогероев землехода. И сегодня видеопривет прилетает из станицы Ленинградской. На кадрах фазания романтика. Самец привлекает внимание самки щелчками, похлопыванием крыльев. Ну, не говоря уже о ярком окрасе. Присылайте и вы фото и видео своих домашних животных на наш номер в WhatsApp. С пометкой для землехода обязательно. Кошки, собаки. Не в счет программы аграрная. Лучшие модели станут героями следующего выпуска землехода. Жду. Мы можем полмать, дать вам в руки, если хотите. Ну, давайте. Вот так вот. А его можно или так? Тихо-тихо-тихо. Тише-тихо-тихо. Крылья, крылья, крылья. Ха-ха-ха. Друг. О, сиди. Все. Ладно, как скажешь. Не захотел. У нас здесь... У нас демократия. Еще есть здесь индюк, которому чуть больше трех недель. А почему индюков завели? Здесь какой ваш интерес? Здесь интерес, здесь гастрономический. Ага. Это порода Биг-6. Они мясная. Они порядка четырех с половиной пяти месяцев. Самец достигает, должен достигать веса порядка 25 килограмм. Самка, понятно, меньше. Вот у нас, вот он, самец. Я не знаю, видно, не видно. Вот крупнее, да? Нет, вот он дуется. Это самец. Вот он. Елена, это уточки, да, снеслись? Да, это уточки. Это мускусная уточка и башкирская уточка. Вот такие вот яички. Скажите, а вот яйца уток, на что идут? Как вы их используете? Яйца уток абсолютно пригодны в пищу. То есть их можно варить? Их можно варить, их можно жарить. Яйцо очень вкусное. Желток крупнее. И он более плотный. И по вкусовым качествам. Мне лично утиное яйцо нравится намного больше. То есть у вас получается, если на завтрак яичница, то это из утиных яиц? Да, это из утиных яиц, да. Вот, если честно, до этой съемки я даже не задумывалась о том, что утиные яйца можно есть так же, как и куриные. Ну, надеюсь, я не в меньшинстве. Давайте наглядно, в чем отличие утиных от куриных. Во-первых, толще скорлупа. На пасхальных баталиях можно выиграть много трофеев. Во-вторых, плотнее белок и желток. Это хорошо видно на срезе. Ну и самое главное, утиные яйца более питательные. В них содержится 185 килокалорий. Такой продукт хорошо подходит для тех, кто хочет набрать вес. А остальным же театологи рекомендуют куриные, а еще лучше перепелиные яйца. Это петушок-фавируль. Они отличаются вот такой бородкой. Вот такой мы, красивый. У нас на ногах есть... На лапах пять пальцев. Это просто. Один, два, три, четыре, пять. Это породные птицы у них. Вы думаете, с этой получится, да? Он от меня не учешет? Держите. Ну, давай, тихо, 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 все хорошо. Ой, ты спокойнее. Скажите, а когда у вас появились первые птицы, вот вы лично как к этому отнеслись? Не было страшно ими заниматься? Да нет, конечно. Все это интересно. Первый раз интересно. И к чему-то привыкаешь, что-то нравится, что-то нет. И потихонечку начинаешь заниматься тем, что интересно. Идеал, к которому бы вы хотели прийти, это что? Хотелось бы землю больше. Да. Желательно, чтобы было какое-то водное пространство, потому что гусю обязательно нужна вода. Ну, и семьи, гусиные семьи. То есть, чтобы было на что посмотреть, чтобы это было красиво и породно, потому что я люблю породную птицу. Ну, собственно, скажу так, это мое кредо в жизни. Животное должно быть породным. То есть, будь то гусь, будь то собака, будь то коза. То есть, породное животное, которое имеет за собой родственников и хорошее племенное наследство, это, скажу так, очень большой плюс к успеху. Ну, холмогоры – это вообще отдельный разговор. Это мечта была. Взвести холмогоров? Да. Именно холмогоров. Это ваша мечта? Да, это была моя мечта. Именно вот таких вот белых, чистопородных. Я вот даже в ВКонтакте на своей странице, да, я их выложила, написала «Мечта идиота». Сбылась мечта идиота. Наконец-то у меня семья холмогоров. Да. Ну, а раз эта мечта сбылась, еще какая-то есть сейчас? Новая мечта появилась? Да. Хочется много. Много. Много, да. Хочется много холмогоров. Первый шаг на пути к племенному хозяйству именно чистопородных гусей уже сделан. Вторым станет земля. Елена и Дмитрий сейчас как раз подыскивают подходящий участок. Далее создание маточного поголовья и выход на рынок, в чем я, конечно, желаю им удачи. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Кстати, Елена и Дмитрий обещали за ними следить и отвечать. А землеход отправляется на поиски очередных хозяйств и новых героев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин